МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости студии. Алмажана Манкельдинова, Ассурдоперевод, Оксана Отечка. Коротко о главном на сегодня. Курс и развитие. Новые площадки для новых производств появятся в Кустанай. Индустриальную зону областного центра увеличат на 107 гектаров. Открыть новую книгу. В регионе стартовал прием заявок на конкурс «Читай и побеждай». Каковы условия и призы? Помощь всегда рядом. Кустанайские волонтеры продолжают помогать одиноким пожилым людям, расчищая их двор после обильных снегопадов. В Казахстане может быть запрещена мойка автомобилей питьевой водой. В настоящее время вопрос рассматривается мажористом. Об этом сообщил министр водного хозяйства и ирригации Нуржан Нуржигитов. Сейчас более 15% всей питьевой воды в стране используется для технических целей. Премьер-министр назвал регионы, где большая часть магистральных и межхозяйственных каналов находится в крайне изношенном состоянии. В результате потери воды составляют 40%. Премьер-министр отметил, что еще одним важным направлением концепции является стимулирование водосбережения. При дефиците воды и росте ее потребления в первую очередь важно снижать потери и обеспечивать бережное использование. Сейчас мы субсидируем стоимость подачи воды фермерам. Также возмещаем 50% затрат на приобретение водосберегающих технологий. В этом году эту планку планируется поднять до 80%. Несмотря на проводимую работу, доля внедрения водосберегающих систем в стране остается низкой. Для примера, капельное орошение используется всего на 84 тысяч гектарах из планируемых 312 тысяч. Учитывая дороговизну технологий, для большинства аграриев следует наладить их собственное производство. Такие проекты уже обсуждаются, важно их реализовать, добавил Алихан Смаилов. От всего объема водных ресурсов на питьевые нужды Казахстан использует всего 1,3%. Это около 1,3 куба километра воды. Из них, когда мы анализ сделали, около 200 миллионов куба километров, как раз используют наши станции технического обслуживания на мойку автомашин, сказал Нуржан Нуржигитов. Он также заявил, что для тех, кто использует питьевую воду для других нужд, тариф будет значительно повышен. Развитие малого и среднего бизнеса продолжает набирать обороты. Открыть новые производства жители области по-прежнему могут благодаря господдержке. По итогам прошедшего года в регионе зарегистрировано 68 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Маргарита Иванова продолжит тему. На сегодняшний день государством реализуется ряд программ, направленных на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса. Их главной целью является обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства, а также поддержание действующих и создание новых постоянных рабочих мест. Хотел бы отметить, что помимо мер государственной поддержки бизнеса в рамках комплексной программы действуют еще несколько механизмов, способствующих развитию бизнеса. Уже второй год функционирует программа АО «Ла Моната». В прошлом году финансирование программы составило 1,6 миллиарда тенге, выдано 279 кредитов. В этом году на данную программу мы предусмотрели уже 3,8 миллиарда, что в 2,4 раза больше прошлого года. Планируется выдать порядка 580 кредитов с организацией 600 новых постоянных рабочих мест. Данная программа показала свою эффективность. По всей области очень много положительных примеров, где граждане в сельской местности смогли увеличить доходы и открыть свое производство. По итогам 2023 года в Кустанайской области зарегистрировано 68 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. За 9 месяцев прошлого года ими выпущено продукции на 1,4 миллиарда тенге. А их доля в экономике области составила 28,5%. Основная часть субъектов малого и среднего бизнеса осуществляет деятельность в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля, сфера услуг, сельское хозяйство, транспорт и складирование. Развитию малого и среднего бизнеса способствует реализация мир государственной поддержки. Так, в 2023 году в рамках национального проекта по развитию предпринимательства различными инструментами финансовой поддержки охвачено более полутора тысяч бизнес-проектов, на которые направлено свыше 15 миллиардов тенге. Из общего числа поддержанных проектов практически половина, а точнее 45% приходится на проекты, реализуемые женщинами. И наиболее востребованные ими отраслями стали сельское хозяйство, торговля, транспортные услуги. Кроме того, немаловажное влияние на развитие бизнеса региона оказал мораторий на проведение проверок и профилактического контроля и надзора малого и микробизнеса, за время действия которого по сравнению с 2019 годом общее количество проверок в отношении субъектов МСБ сократилось на 84,2%. Вместе с тем, с 1 января текущего года национальный проект по развитию предпринимательства утратил силу. Вместо него по поручению главы государства Министерством национальной экономики разработана комплексная программа развития малого и среднего бизнеса, объединившая все меры поддержки действующих ранее программ. Это дорожная карта бизнеса и экономика простых вещей, которая вступит в силу с февраля текущего года. В этом году продолжат уделять особое внимание развитию социального предпринимательства. Для данной категории бизнеса разработаны отдельные условия субсидирования и гарантирования. Также для повышения эффективности мир государственной поддержки предприниматели, получившие льготное финансирование, должны реализовать свой проект не более чем за 2 за 4 месяца, по истечении которых при отсутствии социально-экономического эффекта предоставленная мера поддержки будет аннулирована. По вашему поручению в прошлом году в области впервые была запущена программа регионального финансирования под 1% годовых, в рамках которой предприниматели города Аркалык, Амангельдинских и Джангельдинских районов могут получить кредит от 20 до 150 миллионов тенге на развитие бизнеса в отраслях обрабатывающей промышленности, сельскохозяйства и телекоммуникации. На эти цели всего предусмотрено 1,5 миллиарда тенге, при этом 500 миллионов тенге – это областной бюджет и миллиард тенге – средства фонда «Дому». Кредитование осуществляется на сегодняшний день у нас с двумя банками – это АО «Народный банк Казахстана» и АО «Банк Центр Кредит». Отмечу, что Кустанайская область – одно из первых по стране запустила данную программу в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства. В рамках национального проекта по развитию предпринимательства Палата предпринимателей Кустанайской области реализует 4 инструмента. Это сервисная поддержка, консультации, деловые связи и Менкосыпкер. По линии сервисной поддержки и консультациям нами в 2023 году для 1019 действующих предпринимателей оказано 1189 сервисных услуг. Это сдача налоговых отчетов, разработка бизнес-планов и другие услуги. За этот же период предприниматели и физические лица получили 13 030 консультаций по вопросам создания и развития своего дела. По итогам проведенной работы было открыто 246 ИП и ТО. Сопровождено 198 проектов на общую сумму 1,5 миллиарда тенге. Создано 171 новое рабочее место. В ходе совещания Кимобласти дают ряд поручений. Главное – больше разъяснять населению о действии ряда программ, новых возможностях и помощи государства. К тому же есть необходимость создать реестр проблем предпринимателей, чтобы оперативно обсуждать возникшие вопросы и принимать правильные решения. Маргарита Иванова, Родион Бабич, телеканал Кустанай. Новые площадки для новых производств. Индустриальную зону Кустаная увеличат на 107 гектаров. Там планируется строительство предприятий и реализация инвестиционных проектов. Кроме того, на аппаратном совещании Акимгорода сообщил, что в этом году продолжится и благоустройство города. Какие объекты реконструируют в областном центре, расскажет Айдана Папанина. В Кустанай увеличат индустриальную зону, пока она занимает 400 гектар. Этой территории для строительства новых предприятий недостаточно, рассказал Акимгорода. По словам Марата Жундубаева, этот земельный участок планируется увеличить на 107 гектар. Кроме того, глава областного центра заявил, что особое внимание в этом году уделят благоустройству города. В этом году за счет республиканского бюджета мы формируем берег, как раз и триатлон парка. Там у нас будет именно зона для спортсменов, пирсы и так далее. Мы попросили Акимовласти поддержать наш проект по чистке русла реки через областное управление природоохранной. Им выделили деньги на правительственную документацию. Мы теперь ждем очередной шаг, что это будет выделяться средства теперь уже. Я думаю, мы будем параллельно это все делать для того, чтобы завтра триатлон парк в полной мере смог функционировать, как и должно быть. В триатлон парке обещают построить 16 детских и спортивных площадок. Там планируют высадить деревья и наладить освещение. Выделят отдельную территорию и для предпринимателей. Им предоставят возможность открыть кафе и магазины. Для начала мы пока берем в работу 10 бутиков, грубо говоря. Может их будет меньше, может чуть больше, но по квадратуре сейчас посмотрим. Но самое главное, мы ее там оживим. То есть люди, которые будут отдыхать, они должны полностью быть обеспечены всей инфраструктурой. То есть, если приходит, понятно, с детьми и так далее, могут питаться там, с туалетной комнатой сходить и так далее, и так далее. Занятия спортом обязательно. Все это мы, конечно, все это мы в этом году должны сделать. Самая главная задача сделать это место доступным для каждого жителя города, подчеркнул Мараджин Дубаев. В планах у городоначальника проложить вдоль береговой зоны пешеходную дорожку от набережной Шагала до Триатлон-парка. Этот маршрут в полтора километра должен быть обустроен всем необходимым, отметил он. В этом году, ну и еще край следующий год, мы должны завершить эту работу полностью. Береговая зона должна быть от Шагала до Триатлона, это примерно полтора километра это где-то расстояние, должно быть обустроено все. Потом мы пойдем дальше. Дальше мы должны, по идее, основная цель какая? Соединить береговую зону, сделать ее пешеходной, велосипедной, соединить ее с парком Магнагашка. Тогда это будет полноценная река и полноценная набережная. В Кустанае для отдыха горожан разобьют небольшие аллеи. Зеленые зоны создадут и в новых микрорайонах Береке и Кунай. Восстановят старый стадион, футбольное поле покроют искусственным газоном. Будут стадионы, раздевалки и трибуны. Объект откроют для всех желающих. Айдана Папанина, Олег Сытник, телеканал Кустанай. В связи с увеличением месячного расчетного показателя в стране изменился и размер безвозмездного гранта для предпринимателей. Напомним, что рассчитывать на него могут представители социально уязвимых слоев населения. Перед тем, как подать заявку на получение государственных средств, необходимо пройти курсы Бастау-бизнес. Подробности в следующем материале. Безвозмездный грант – одна из мер государственной поддержки, которая позволяет гражданам открыть собственное отдело и развивать его в дальнейшем. Заявку на его получение могут подать лица с инвалидностью, хандасы, переселенцы, члены малообеспеченных многодетных семей, то есть супруг или же супруга, лица, воспитывающие детей с инвалидностью, а также получатели пособия по потере кормильца. Стоит отметить, что обязательным условием является наличие сертификата об окончании курсов основ предпринимательства Бастау-бизнес. Государственный грант – это безвозмездно предоставляемый стартовый капитал, целевым назначением которого является запуск и развитие нового бизнеса. Размер гранта составляет также, повторюсь, 400 МРП. В прошлом году это было 1 380 000, в этом году у нас 1 476 800 000. Каждый участник может получить его только один раз. Средства грантов позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом. Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на портале, пройти проверку на соответствующие условия получения гранта, скачать шаблон бизнес-проекта и заполнить его также, загрузить на портал и заполнить форму заявления, непосредственно подписать его ЭЦП, электронной цифровой подписью. Валентина Бутырина – одна из тех, кто решил попробовать свои силы в бизнесе, открыть студию для детей с особенностями в развитии в городе Тобол Кустанайского района хотела давно. В конкурсе грантов участвовало как лицо, осуществляющее уход за ребёнком с инвалидностью. Благодаря её проекту ребята могут заниматься различными видами деятельности вместе со своими родителями. Студию открыли недавно, но её уже посещают более 20 человек. Я выиграла грант в размере 1 380 000 тенге. На проект, у меня проект назывался «Путёвка в жизнь» для собятки, для наших детей. Проект вообще очень давно зародился. У меня ребёнок-особёнок, мы сейчас 16 лет, вот он сидит. И получается, группа уже мамочек у нас с рождения уже создана, уже свой, как костяк. И мы всегда хотели себе помещение, чтобы с нашими дитями, как ментальщиками, заниматься. Ну и мама тоже, чтобы в стороне не оставались. Закупили мы на эти деньги столярное оборудование, швейное оборудование, диспенсер, микроволновку, компьютер, ноутбук, лампы. В студию дети, как и их родители, посещают с завидной регулярностью, говорит предпринимательница. К примеру, пока одни занимаются столярным делом, другие воспитанники увлечены кулинарным делом или шитьём. В планах у Валентины Бутырины расширяться, охватить данным проектом как можно больше детей с особенностями развития. В дальнейшем планируем проводить также кружки, танцевальный у нас будет, потом театральный кружок, кулинарное дело, столярное дело, художественное, изобразительное искусство. Ну и так ещё, что дети хотят, как их предложения, спрашиваем, что хотят, то и будем делать. В Кустанайском районе в прошлом году курсы основ предпринимательства «Бастау Бизнес» прошли 240 человек. Безвозмездные гранты получили 26 человек на общую сумму 35 миллионов 880 тысяч тенге. Поможена Манкильдинова, Алексей Руденко, телеканал «Кустанай». Открыть новую книгу в регионе стартовал приём заявок на конкурс «Читай и побеждай», где жители области смогут продемонстрировать навыки чтения без ограничений в возрасте, а также побороться за главный приз в 150 тысяч тенге и путёвку в санаторий. Анель Пимичева о цели конкурса и условиях. В области активно поддерживают проекты по чтению книг, а в школах реализуется проект «Читающая школа, читающая нация». Накануне стартовал приём заявок на конкурс «Читай и побеждай», где книголюбы могут принять участие в онлайн-формате на государственном и русском языках. Как отмечают организаторы, конкурс «Читцов подобного масштаба» в регионе проводится впервые. С 1 февраля впервые в нашем регионе запускается онлайн-конкурс «Ухы жены жень». То есть, значит, прочитать и выиграть. Данный конкурс проводится при поддержке Акимата Кустанайской области с целью развития культуры чтения населения. Все желающие принять участие в конкурсе зарегистрируются на сайте www.ktab10.kz. В конкурсе могут принять участие жители области всех возрастных категориях. Конкурс состоит из четырёх этапов. Организаторы верят, каждый раунд книжного поединка поможет жителям региона стать более креативными, внимательными и рассудительными. Ведь участникам предстоит не только продемонстрировать богатый словарный запас и красноречие, вместе с тем пройти тестирование и даже написать эссе. Конкурс продлится с февраля по май этого года. Для каждой возрастной категории членами жюри были отобраны книги. И работа велась большая. Мы привлекали к этому преподавателей школ, которые преподают литературу, библиотекарницы вещались. И в итоге мы для каждой возрастной категории, для каждого этапа отобрали книги. И эти книги будут выставлены у нас на сайте нашего конкурса. Ктаб 10.кз. Принять участие может каждый житель области без возрастных ограничений. Здесь участники делятся на три категории. Дети от 10 лет, подростки и совершеннолетние. Помогать с выбором изданий будут библиотекари. На связи с участниками конкурса они будут посредством социальных сетей. Ватсап-группе будут разделены по языкам и по возрастным категориям наши, те, кто зарегистрировался, и им будет направляться информация. Поэтому они всей информацией будут владеть. И для того, чтобы получить доступ, эту информацию получить, нужно обязательно на нашем сайте зарегистрироваться. Не зарегистрированные читатели к тестированию не допускаются. К слову, участникам предстоит побороться не только за звание лучшего читателя региона, но и за денежные сертификаты и путевки в детский лагерь и санаторий имени Карабаева. Для того, чтобы подать заявку на конкурс, необходимо зарегистрироваться на сайте ktab10.kz и заполнить анкету. Анель Пимичева, Олег Сытник, телеканал Костанай. Очистить двор от снега, починить забор или сходить за продуктами. У кустанайских волонтеров всегда найдется время помочь одиноким пожилым людям. Это как никогда, кстати, после обильных снегопадов. Как добровольцы на деле помогают тем, кто нуждается в помощи, увидим в следующем материале. Еще пару часов назад двор 84-летней Любовь Михайловны был завален снегом. Но после визита волонтеров здесь стало чисто и просторно. Активисты, что не проходят мимо, утопающих в снегу дворов, пришли на помощь. Как правило, это адреса пожилых, одиноких людей. У ребят составлен график. В день очистить не менее трех дворов. Уже более почти года мы работаем в этой сфере. Но это было как бы официальное создание клуба. До этого мы работали с ребятами по образовательной программе коммунити-сервис. То есть мы проезжали также к пожилым людям. То есть нам понравилась эта сфера волонтерства. Студенчество – это такое активное, яркое время, когда нужно, думаю, проводить время с пользой. И основная идея нашей работы – это была помощь именно для наших одиноких пожилых людей нашего города. Пенсионерка Любовь Михайловна уже не в первый раз благодарит ребят за помощь и инициативу. Ведь после обильного снегопада, говорит бабушка, выбраться во двор, да и на улицу бывает крайне сложно. Теперь радуется. Прогулка по двору будет в удовольствие. Молодцы, деточки. Спасибо им, дай бог им здоровья. Отрываются от себя время и приходят. Бригада «Ух» – так в шутку называют себя волонтеры. И спешат не только очистить двор, но и что-либо починить. Мелкой работы, как правило, хватает. Поправить забор, починить калитку или крыльцо. Задания ребята делят между собой на месте. Два-три часа – и дело готово. На расчистку снега у волонтеров уходит около часа. Спустя это время появляется тропинка от крыльца до калитки и расчищенные ворота. Но чем больше рук, тем дело идет быстрее. Кроме волонтерской деятельности, у этих ребят есть работа и учеба. Однако они всегда готовы найти пару часов, чтобы прийти на помощь. Мы приходим здесь, мы почистили снег, мы можем здесь поиграться, потом зайти домой, чай попить с бабушкой, побеседовать. То есть это как бы для нас уже не как считается работой, а увлечением, хобби, которое нам дает удовольствие. Пока добровольцы дружно очищают двор, Любовь Михайловна с волнением и радостью смотрит в окно. Молодых тимуровцев она не отпустит без чашечки горячего чая. За разговором она поделится воспоминаниями о жизни и советами, которым ребята всегда прислушаются. Гульзада Альшуакова, Алексей Руденко, телеканал Кустанай. Профессия как образ жизни. Речь о кустанайском враче-терапевте, которая всегда готова стоять на страже жизни и здоровья людей. Людмила Сергеева служению своей профессии отдала уже почти 30 лет. Женщина называет себя врачом старой закалки и не представляет свою жизнь без работы. Удивительную историю одного врача расскажем в следующем материале. Её каждый день начинается очень рано. Ещё нет и восьми. Людмила Владимировна на работе. Прошла целая ночь, а значит нужно навестить пациентов. Уже почти 30 лет она трудится врачом-терапевтом. Больница города Кустаная стала родной. Уж сколько пережили за эти годы. Когда-то её родители приехали сюда на целину. Она была простым ребёнком, но с детства знала, что будет носить белый халат. Что-то случилось с нашим соседом, вот, и, как это называется, вот он с ума сошёл, бегал по улицам с топором, ну, все, в общем, вот, ну, все вопрятались, все позакрывались. И мама сказала, ты залезла на стол, а он стоял у окна. И говорит, смотришь там, его увидела. Вот я вырасту, стану врачом и вылечу Касыма. Вот эти вот слова, ну, в смысле, и с тех пор я врач. Когда пришло время выбирать, она поступила в медицинский институт города Челябинск, потому что он был ближе, а дома можно чаще приезжать к родным. Учёба была сложной, тогда медиков готовили как военных. После института Людмила Владимировна вышла замуж, родила своего единственного сына. А первым и нынешним местом работы стала больница города Кустанай. Сегодня говорят, если Сергеева уйдёт, будет катастрофа. Кто будет журить молодёжь, ругать систему, кто будет лечить? Я считаю, что вот чувство сострадания и, ну, ну, собственно, чтобы пациент, важно, чтобы он ощутил, что он не один, что рядом с ним врач, который всегда поможет. Как бы там ни было. Вот это чувство, когда ему легче сразу становится. Как говорят, что, в смысле, прям легче становится. Поговоришь с врачом, им легче. Это на самом деле. Когда человек, ну, тяжело болен, и он один на один с заболеванием, это страшно. Потому что он этого многого не знает, недопонимает, да, и ему страшно. А когда рядом он чувствует плечо, то это очень хорошо. Среди её пациентов разные люди разных характеров и судеб. Для некоторых врач – это надежда. Та самая, которая даёт силы. Именно поэтому так важно уметь сострадать, уметь слушать и слышать. Людмила Владимировна уверена, что врач должен быть именно таким. И даже имея 30-летний стаж, её сердце всегда плачет о каждом, кого уже нельзя спасти. Чувство, что ты не можешь помочь – это самое страшное чувство. Когда вот понимаешь, что будет, что было, что будет, и чем сердце успокоится. Это очень тяжело сказать. И вообще всегда тяжело своих пациентов хранить. Это самое страшное. Потому что умираешь вместе с пациентом. У неё редко бывают настоящие выходные, настоящий отпуск, всегда на связи. Не может отказать пациентам. Тут, наверное, всё смешалось и доброта души, и ответственность, и милосердие, и любовь к профессии. В свободное время она всё-таки успевает ходить в спортзал, занимается боксом. Меньше трёх лет ей осталось до пенсии. Какой заслуженный отдых у неё каждый день расписан по минутам? Куда она от своих пациентов? Ведь если уйдёт Сергеева, будет крах, доктор и на пенсии остаётся доктором. Любовь Аблачкина, Олег Сытник, телеканал Кустаны. На этом всё. До встречи.